Есть. История появления привычного ответа на военную команду. В исторических фильмах и на страницах книг, посвященных армейским будням в разные эпохи, можно услышать два слова, которыми военнослужащие отвечают на приказ командира о выполнении действия «Есть». И слушаюсь. В современной армии осталось только слово «Есть». Как появилось это короткое и емкое слово, и почему оно не всегда было в воинском уставе? История ответа на приказ. Попытки написать воинский устав совершались Иваном Грозным, комиссия которого разработала боярский приговор для пограничной службы и царем Алексеем Михайловичем, повелевшего создать трактат об учении и хитрости ратного строения. Однако появление первого полного воинского устава в России, охватывающего все рода войск, относится к 1716 году и связано с именем Петра I, в это же время появились и новые команды. Царь создал регулярную армию. Теперь мужчины собирались на службу не по поводу начала войны, а для несения регулярной воинской службы. В это время появился и новый устав, который максимально полно регламентировал процесс несения службы. Вместе с новыми порядками появились и новые команды. Петр I стал основателем российского военно-морского флота. Многие современники с опаской относились к нововведениям царя-реформатора, а потому из числа дворян не нашлось достаточного количества офицеров для командования флотом, а солдаты-пехотинцы не спешили переучиваться в матросы. Чтобы взять Азов, турецкую крепость в устье Дона, России нужен был флот. Его строили в Воронеже весной 1696 года. Ударной силой эскадры стали 22 галеры лицензионного образца, точные копии судна, купленного в Голландии. Такого типа корабли в России называли заимствованным из греческого словом «каторга», отсюда выражение «каторжная работа», то есть очень тяжелая. По своей воле никто не шел грибцом на галеры, туда посылали провинившихся и преступников. Грибцов-каторжников хватало, а вот профессиональных матросов в стране не было. Петр I отрядил на корабли солдат из потешного войска, а для их обучения наняли англичан с торговых кораблей, зимовавших в Архангельске. Охотников перейти на русскую службу нашлось немного, всего по два человека на галеру. Русские должны были повторять все действия британцев. В частности, получив приказ, отвечать «Yes, sir». «Да, sir». Так под руководством английских моряков и двинулись русские корабли вниз по дону. За каждым приказом на английском языке следовал ответ, который в русских устах звучал как «Есть». Со временем данная фраза превратилась в упрощенное «Есть». Если часто и быстро говорить «Yes, sir», то автоматически получается «Есть». Слово это прижилось во флоте, в XVIII веке оно было закреплено в уставе, а потом перешло и в терминологию других родов войск. Также, долгое время в военном лексиконе существовал ответ «Слушаюсь». Возможно, этот ответ произошел от привычного для крестьян ответа перед барином «Слушаюсь», ведь солдат в дореволюционную эпоху набирали из простого народа. В Красной армии старались полностью избавиться от следов царизма, отказались и от прежнего порядка общения командиров и солдат. Крестьянское «Слушаюсь», превратилось в нейтральное «Есть», но закрепилось в уставе внутренней службы РКК только в 1937 году. Именно так военнослужащие отвечали на приказы командования вплоть до конца войны. В уставе внутренней службы вооруженных сил СССР от 1946 года. Военнослужащим, получившим приказание, предписывалось отвечать «Слушаюсь». А в военно-морских силах «Есть», «Общее есть», снова вернулось в устав вооруженных сил только в 1960 году. Потребовалось несколько столетий, чтобы ответ «Есть», закрепился в армейском лексиконе. Этим ответом военные обязаны Петру Первому и английским морякам.